За историей Риммы Полищук, обманутой работодателем матери-одиночки, прецедент следит все последние годы. За спиной нашей героини остались обитые пороги десятков инстанций и проигранные суды. Но, как говорится, надежда умирает последней. Еще до рождения сына Богдана, который сегодня с интересом листает детские книжки, руководство фирмы ПАК-Сервис, в которой работала бухгалтером Римма Полищук, решила, что пособие по беременности слишком сильно ударит по корпоративному кошельку. Итогом этого нехитрого мыслительного процесса стала продажа учредителям доли в уставном капитале, как позже выяснилось уже покойному Николаю Толстикову. К моменту, когда суд обязал ПАК-Сервис сделать необходимые выплаты, на этом свете после него осталось только пепелище убогого дома. Пил, пьяница, алкаш. Какая у вас есть алкаша? Вот и сгорел. Ну, что можно сказать о пьянице? Даже тем, кто только понаслышке знает о существовании разного рода черных схем с привлечением мертвых душ, было ясно – перед нами классическая махинация. Однако обратить на это внимание полиции и прокуратуры Римме не удается уже пятый год. Очередные отписки просто пришли из РУВД, из прокуратуры. Дело уголовное не возбуждают, пишут отказ. Но надежды наша героиня до сих пор не теряет. Да и как иначе, когда тебе предстоит в одиночку растить сына? Ребенок болеет, постоянно нуждается в лечении. Я его одна поднимаю. Мне бы не мешали деньги, которые мне с утра должен. Потому что за то время еще с долгами, можно сказать, не рассчиталась. В случае, когда работодатель так или иначе умывает руки, у сотрудника есть шанс получить причитающиеся из средств Фонда социального страхования. Но из-за несовершенства нашего законодательства до сих пор коптящую небо фирму все никак не прикроют. Поэтому фонд, ссылаясь на нормы права, шлет молодую мать на поклон к мертвому учредителю. Отказ ФСС брать на себя полагающиеся римми выплаты она в настоящее время обжалует в суде. Однако сдаваться без боя фонд явно не спешит. Законодательство о том, что фонд может выплатить на прямую в случае, если юридическое лицо не исключено из реестра юридических лиц, но у него отсутствуют возможности выплаты, эти изменения были внесены в федеральный закон только с 1 января 2010 года. В соответствии с федеральным законом это распространено только на страховой случай с 1 января 2010 года. Кроме того, под вопрос юристы Фонда социального страхования ставят даже саму возможность риммы обжаловать их отказ. Иск наша героиня подала, отталкиваясь от 25-й главы Гражданского процессуального кодекса, позволяющей обжаловать действия или бездействия органа государственной власти, коим фонд себя не считает. Право-статус фонда установлен постановлением правительства номер 101. Фонд является специализированным в финансово-кредитном учреждении. То есть статус госоргана фонд не имеет. Ну это тоже оспоримо. У них филиалы в каждом субъекте Российской Федерации. Они занимаются государственно важной функцией и так далее. То есть можно их с оговоркой, конечно, определенно причислить к органам государственной власти. Суд с фондом социального страхования – это уже третий затеянный нашей героиней процесс. Два предыдущих, к сожалению, закончились ничем. И сейчас мать-одиночка, по сути, использует свой последний шанс добиться справедливости. Удастся ли ей это, покажет время. Чтобы детально во всем разобраться, суд взял тайм-аут до мая.